Ягода полида, ягода чеснита, ягода тушида, если плетива, очень устала я, сады ведьми, а когда сны ягод, ягод и арбуз. Международный конкурс современной детской песни и танца «Два кота» существует уже пять лет. Сначала он проводился на базе столичных площадок, а теперь добрался и до Раменского. Автор идеи и президент конкурса, композитор и певица Жанна Калмогорова считает, что поддерживать детское творчество необходимо, поэтому помощь юным талантам – одна из главных задач фестиваля. Перспектив много, потому что, допустим, я сижу в жюри, отсматриваю материал и понимаю, что голос есть у ребенка, но очень слабый репертуар. Я могу сама подойти и предложить помощь в этом репертуаре. Некоторым я дарю песни, я могу просто подарить, сделать специальный подарок. И уже даже вчера, отсидев номинацию, я поняла, кому я подарю песню, потому что действительно нужна помощь. Мало того, мы выпустили диск. Это диск, сборник детских песен. Это результат нашей номинации «Композиторы детям». Все композиторы, которые участвовали в этой номинации, это новые, неизвестные имена. Они объединились в диске «Выпуск номер один – «Два кота». Получается, что мы еще помогаем методически работникам и хореографических коллективов, и вокальных коллективов, потому что вот здесь действительно нужна вот эта поддержка. Несмотря на юный возраст, участники держатся на сцене смело, ведь за их хрупкими плечами уже есть немало артистический опыт, которым они с удовольствием делятся. Обычно мама мне говорит перед выступлением, что вот просто представь песню, окажись внутри нее. И просто вот забудь про все и спой все. Волнение пока не присутствует. Надеюсь, его и не будет. Ну, когда ты выходишь на сцену, ты, главное, должен как бы не бояться, но чтобы все получилось, все равно волнение будет. Я переживала. Было страшно, но если все понять, что будет уже не страшно. Потому что ребенку это интересно, конечно, и поддерживаем, и занимаемся, и вместе придумываем костюмы, номера, все. 7 ноября в 18.00 в ДК имени Воровского состоится торжественное закрытие и гала-концерт фестиваля, а в фойе Дома культуры будет работать Кота Почта. Два Кота ждут своих зрителей. Вход свободный. Мы придумали такую почту, которая поможет Марсику и Барсику обрести как можно больше друзей. И они у нас такие коты, немножечко любящие к себе внимание. Поэтому, конечно, письма, стихотворения, рисунки от детей для них будут, ну, я не знаю, самым большим подарком. Диана Никифорова, Дмитрий Попов и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова